Нормально ли дремесленный каймить лошадь? Нету лякает ли это? Хорошо бы, что в каждой или иной семье формировалась какая-то группа людей, которая будет в целом заниматься всеми лошадками, имеющимися в вас в деревне. Он будет с утра до вечера посвящать этому время, а вы все вместе в нужный момент выходите на показы приготовления всего нужного для лошадок, но эта группа занимается регулярно с ними. Это будет самое благоприятное. Если этой группы нет нигде держать лошадок, то на данный момент может подержать человек в доме своему лошадку. Но эти группы надо делать, потому что мне будет для семьи благоприятно иметь только одну две лошадки. Ведь вам же надо будет обрабатывать поле, вы же должны идти от техники. Вам надо будет научиться проведенно пользоваться всем этим. Но для этого конечно потребуются определенные силы такого рода природы. Для этого нужно определенное же внимание. В кавычках. В каком состоянии должен находиться мастер, чтобы проведенно наложить на изделие тот дух то состояние, которое потом поможет человеку, обладающему таким изделием? В кавычках. Молитвенное, можно сказать, состояние, обязательно радостное состояние. Если вам грустно, тяжело очень не делать это произведение. Но пенжопомерение обходимости. Если вам нужда в этом и откладывать нельзя, то конечно, даже если грустно, можно делать, но при этом надо стараться помнить об истине. Ведь вы грустите долго, потому что думаете о предмете грусти. Если вы начнете менять свою мысль, взгляд направляете в другую сторону, то это можно победить в себе, виду изменит свое состояние. Поэтому, когда вы творите, пойте песню, творите молитву, пойте псалопштогу, но, тире, такое священное, красивое, вызывающее в ослышку радость. Вот это то, что нужно в момент созидания. И тогда произведение, пусть даже маленький линейный горшочек, будет целевным. Найти туда воду, тире, он останется целевной водичкой от одного того, что излучается от этого горшочка. Все тепло вашего сердца войдет в него, вот тогда это настоящее произведение, не просто технически грамотно выполнено, а уже когда сердце туда вложено чистое, все более рассветающее. А если это техническая сторона прекрасна, но сердца там нет, человек несчастен, то произведение это уже не произведение, это уже не то. Чтобы вы не заняли телевизоры, потому что там есть наклейка и говорит, что фирма создала надежно. Да, фирма может надежно создать технические параметры действительно надежные, но там нет сердца, там нет души. Телевизор мертв, он качественен по деталям, но мертв. И он не может уже принести пользу даже своим присутствием, когда он не включен, уже принести нормальную пользу он не в состоянии. Поэтому, когда вы творите же сердцем своим, вот тогда наличие этих предметов в доме человека создает общую благостную атмосферу. Маленький где-то горшочек на печке стоит, он пульсирует, и от него исходят благодатные волны, и он же действует на вашу семью. И чем больше вы заполняете свои думотворениями рук своих с любовью, тем благостнее и могучее становится ваша атмосфера. А всё, что на станке сделано, и где-то только лишь за деньги, да вы бросите вы это в помойное ведро, оно на самом деле не может принести вам благо. Поэтому мир живёт этими удовольствиями, совершенно не подозревая, что дум свой наполняет мёртвыми телами, хотя изящными и блестящими. Точка запятая. Но он и мёртвый в своей основе. Но только лишь собственная грубость не позволяет это ощутить. А вы теперь будете меняться, вы это начнёте ощущать, вы будете чувствовать, что исходит от того и иного предмета. Вы будете понимать, что от наличия этого предмета как-то не очень приятно внутри этот предмет, не хочется иметь в себе в доме. То есть ваше постепенное видоизменение будет приводить к этим правильным ощущениям. Но мир не может по-другому жить, он живёт определённым образом, где нужно конвейер, где нужно массовое исполнение чего-то. Это массовое исполнение никогда нельзя сделать с любовью, а можно сделать только зарабатывая деньги, делая это так, как предмета делать, и мир заполняется мертвечной. Но в этом случае вы не создадите атмосферу благостную в своём доме, это уже будет атмосфера неживая. Поэтому весь главный закон вашей жизни заключён в том, чтобы необходимое вы сделали собственными руками. Поштучно каждое произведение, неповторимое произведение, которое вы дадите с благодарностью окружающим, бескоростно окружающим отдавая, не ожидая взамен ничего. Вот настоящее качество верующего в жизни верующих людей. Вот до чего вы должны дойти обязательно. Тогда ваша жизнь станет могучей, вот тогда в истину начинает формироваться церковь, которую врата никогда не одолеют. Никогда. В кавычках. Уживлять предметы можно. В кавычках. Уживлять. В кавычках. Попробуйте. Конечно, если вы примете телевизор и будете постуно говорить. Люблю тебя. В кавычках. Тире. Может быть, как-то чуть-чуть оживите его. Но, конечно же, он не станет живым. Он работать, может быть, перестанет, потому что ему не захочется показывать то, что через него идет. Он скажет. Какой девятильный хозяин? Зачем я буду ему такую гордость показывать? Вы пройте. В кавычках. Тире. Извегает. В кавычках. Тире. Сказал учитель, улыбнувшись. Отвечая на один из вопросов, связанный с детьми, учитель сказал. У вас тут дети есть сейчас же тысячи и с каждым разом они быстро умножаются. Ведь сейчас как у вас рождаются дети. Это может быть разве что с кочевыми племенами можно сравнить. В России нет такого. В России нельзя сейчас сравнить рождаемость с той, которая происходит здесь у вас в общем-то. Где же вы видели в России, чтобы по четверо попереть ей дальше стремятся и стремятся иметь детей? Все имеют по одному ребенку и уже боятся за свою судьбу, как бы чего ни случилось. И не только в России. Мы сейчас можем смело сравнивать весь цивилизованный мир. Никто же не сравнится с маленькой точкой на карте, которая существует и которая соответствует вот этому месту. Здесь сейчас несколько тысяч собралось, а где тем такое усилие и такая рождаемость? Будьте достойны проведену понимать. Если же рождаются у вас детей, вы их смело рождаете, так вы предоставьте теперь необходимое в воспитании этих детей. Теперь вам усилие надо сделать составление школ всевозможного рода мастерских, всевозможного рода садики можно сделать, где вы же окружите какой-то сказочной атмосферой этих детей. Вы не выкидывайте это из головы, не забывайте. Это жизненно необходимый вопрос. Вогоденствие любого общества всегда зависит от того, насколько формируется молодое поколение. В росте и сейчас прискорбное состояние. Молодое поколение почти уже не имеет будущего, потому что состояние сознания сильно разрушено. И сейчас держится общество за счет того, что существуют еще пока люди здорового воспитания. У них еще сохранилось некоторое рабочее качество, усилие ревности, патриотизма и прочее. Он еще держат это общество на этих качествах, но они уже скоро пойдут на пенсию. Кто дальше встанет? Те, кто привык торговать? Те, кто привык употреблять наркотики? Никуда они не встанут уже. Это величайшая масса людей молодых, среди которых быстро распространяется наркомания. Просто чудовищно, как позже в знойное время распространяется. И уже просто приходится разводить руками. Никак не остановить. Но ведь это же будущее, которое уже, по сути, исчезает, он уже превращается в мираж. Нет уже будущего в этом случае при таких обстоятельствах, если будет продолжаться так двигаться дальше. Вы что-то когда думаете о своих детях? Нет, просто. Значит, уже ваши дети должны будут заменить что-то многое, которое вы не спеете сделать. Значит, чрезвычайно великая должна быть ответственность и работа сейчас о ваших детях. Школы, садики, всё что угодно, где вы будете создавать нужную атмосферу, вы будете правильно воспитывать, вы будете приучать детей чувствовать природу, ощущать землю, уметь говорить с облаками, светами, уметь воспринимать, проверить номер. Не суетесь, не шумя, не довольствуй своим эгоизмом. Хотя это ещё тоже большая задача, ведь они же рождаются в тела, которые вы дали им. А ваши тела уже несли эгоизм в подсознание, несли определённые штрихи разрушения, и они уже будут проявляться в тех этих лечениях, крепко будут проявляться. И вот тут не засуетитесь, не запопрыгивайте, не забеспокойтесь. Что надо делать, как нам быть? Это то, что как раз надо менять. Ведь это же передаётся в теле, часто, а телу вы рожда в другое не можете. Поэтому нужны некоторые вольфонные периоды времени, которые позволят вывести ваше тело на тот уровень, при котором вы будете же существовать бесконечно, как и призвано вам существовать в мироздании. Но пока ваше тело находится в чрезвычайно узких хромках бесконечно, вот ягутение к саморазрушению. Вот в этом обстоятельстве вы постуно пребываете. Так вот теперь надо вывести вас из этого состояния, значит, теперь взяться всерьёз за детей своих, в которых эгоизм может проявляться очень сильно. Но ваше терпение, ваша любовь, ваша забота, атмосфера, которую вы будете создавать, будут постепенно выводить детей на нужный уровень. И уже их дети будут рождаться с гораздо более прекрасными качествами, потому что и вы многое успеете изменить в себе, при этом многое поменее в своих этих неизбежно. Ибо если что-то при рождении ребёнка передалось от вас, вы это победите в себе сейчас, это мгновенно исчезает в ребёнке, качество это исчезает, он внезапно может измениться на удивление вам. Это естественные закономерности. И вот чем больше вы заменитесь в этом случае, тем легче будет вашим детям менять то, что им присуще, а не то, что от вас передалось. Потом же, меняя в себе, то постигая веру, новые тела будут рождаться куда более благоприятные. И вот так вы выведите его строй.